Итак, к вашему вниманию экспресс-обзор электрочайника Тюфаль. На кухне он у нас уже больше года, поэтому есть практический опыт и есть о чем вам рассказать. Общий обзор, замер температуры, шумность, практичность, а также минусы этого чайника. В общем, поехали. У чайника стандартная классическая вилка с заземлением. Провод достаточно длинный. Его, конечно же, можно смотать в подставку при необходимости. Получаем более аккуратный вид при небольшом расстоянии от розетки. Подставка снизу имеет резиновые ножки. Но, к сожалению, спустя год пользования две из трех ножек отпали. Возможно, если бы изначально посадить их на клей-момент, то они бы никуда не делись. Хоть площадка и глянцевая, но вид свой пока не теряет. Сам чайник устанавливается на базу и в любом положении крутится как угодно. Это уже по сути классика. Форма корпуса достаточно простая. Нет никаких углублений и выступов. Нет ничего такого, где может собираться грязь. Мыть его и поддерживать в чистоте очень просто. Протер влажной салфеткой и дело в шляпе. Я всегда за минимизацию трудозатрат. Нет, я не ленивый. Просто не люблю тратить жизнь на ненужные телодвижения. Ну, в общем-то, это все понятные вещи. Самая главная фишка этого чайника, то, что он идет с двойной стенки. Открывается вот таким вот образом, просто нажимая на кнопку и закрывается вот так. Интересно, в общем. Что внутри? Отверстие для датчика отключения. Металлическая стенка, как вы, думаю, уже сами догадались. Тут указан максимальный литраж. В данном случае это 1,7 литра. Ну, если вам, конечно, видно. Снаружи корпус из белого пластика. Между внутренней и внешней стенкой воздушный зазор. Это позволяет чайнику работать по принципу термоса. Из плюсов решения. Это то, что корпус чайника не горячий, даже во время кипения. И вода в чайнике остывает на порядке медленнее обычного. Теперь практические замеры. Эксперимент номер 1. Итак, набрал максимальное количество воды. Включаем вот такой вот кнопкой с подсветкой. Имеет вот такой вот вид. По шуму, как по мне, ничем не отличается от остальных чайников такого типа. Полный чайник на 1,7 литра закипел за 4,5 минуты. Много или мало решать вам. Эксперимент номер 2. Чайник кипит. Температура стенки чайника при этом 34 градуса. Чайник на ощупь еле теплый. При том, что внутри температура воды порядка 100 градусов. Ну и в конце я обещал вам рассказать о недостатке. Он тут есть, правда всего один я нашел. Я набираю чашку воды и жидкость проливается. Еще раз доливаю в чашку и вода опять проливается. За счет того, что носик у нас прямой, красивый, дизайнерский, а не с небольшим выступом на конце, вода и проливается. Как бы аккуратно я не наливал. В плане пользования за год с чайником ничего не случилось. Работает отлично. Сам пластик корпуса качественный. Не меняет цвет, не имеет запаха и форму со временем тоже не поменял. Как видите, внешний вид как с витрины, грубо говоря. В общем-то и все. Если обзор был полезен, лучшей благодарностью будет ваша подписка. Всем хорошего дня. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok